итак доброе утро понедельник ребята 17 октября получили задания буквально в порядке баки блин открыл от security замочков едем я жду вот так едем роттердам нет постики этого франции 170 километров там не на одном месте будет 2 погрузки на 1 для погрузки 5 палетов и вторая погрузка там за 12 палетов две точки я еду спуститься погружаться я смотрел куда но по-моему это голландия но не буду задумываться почему-то не написано мэр глин и волны адрес упал по названиям таким что это не французы индекс из двух цифр состоит я думаю что это не франция никаких особых казани там нету палеты так что едем туда ну что отстояли мы паузочку с пятницы вечера туманного дождливого ивнинга с пятницы на субботу спал я спокойно потому-то рядом со мной стояли еще две машины паркинг небольшой главное чтобы туалет продукты у меня пыли вот а вот уже с пятницей ногой субботы на воскресенье и сегодняшняя ночь была такая как бы но эта ночь еще ничего про что было очень тревожно потому что хотели непонятные личности спрашивали при меня еду ли я на юге на юка то есть в англию ну естественно я понимаю что это и зачем я говорю о нет я не знаю когда еще в голландию попаду мне туда надо ну такие ребята арабской внешности понятно да это эмигранты пытающиеся залезть куда-то зачем вот и потом еще хотели такие непонятные личности такое ощущение что они блин другой ориентации слава богу я культурные вежливы ничего там но слава богу ко мне не приставали в машину не лезли ну и поставил я security locks замки такие на сигнализации на баки потому что надо беречь топлива вот так такая была такие были ночью субботу я сделал супчик теперь щекислое из банки скажу честно добавил туда пельмешек у меня кстати пельмени уже протисает надо их уже выбрасывать и они догнать они уже как и комком они как типа надо отрывать как лёстки с мясом получаем ну вот по отрывал я их перепон поставил я . это туалет банки не поставил ну вот этот супчик я запасал съел и вчера еще один суп сделал тоже из банки банки у меня супы банках у меня закончились из консервов мне остались только каши гречневая сушенкой перловой сушенкой там их достаточно много там чурпанов 12 так что пока продукциями для горячей еды я обеспечен ну плюс мои там супы и роллтон и не смейтесь да да роллтон это типа как на быструю руку так сказать да нету времени особо готовить ну и пяти минутки супы ай пюрешки пятиминутки цвета есть ну а так паркинг небольшой как я показывал начале да там что и место туалет главное есть будет погулять нет тут достаточно много паркингов таких маленьких смотрю но главное что я его нашел тогда потому что был за сколько туман я блин там зашел с трассы пошел немножко по другой дороге потому что тяжело было ехать много машин хотя там тоже не особо легко было ехать устал на лесной паркинг на такой темный передо мной стоял на французских номерах то ли испанец то ли француз я так и не хороший чудак я подхожу к нему группы и поедешь час или будешь спать у меня я поеду через десять минут а где-то ты спать собрался верну дарю как здесь место на принципе спокойно груза нету нету тогда все в порядке и ставить смотри за топливом и соответственно здесь никаких условий нет ведь хочешь я тебе покажу где платный хороший платный правда но там я говорю я не знаю давай поехали потом игра есть бесплатно вида конечно сейчас выйдешь вот здесь на трассу у меня провел там как лучшие выехать от из городов игорь этого на трассу и в сторону парижа либо сторону руана куда тебе лучше там и найдешь парк и я пошел и действительно блин сразу нашел паркинг говорю там стояла две машины я был треть вот и стал первая ночь я стоял без этих секретических замков на сигнализации от баков когда ребята уехали уже думаю надо поставить замки такие интересные когда ты заводишь машину а и века кстати машину такая шумные шумные блин когда заводишь лет до фунтах не шумела вот и века блин тарахтит конкретно ребята менять свалили блин ну конечно же еще они на работу поехали сам факт а то свалили и блин самое интересное левый замок нормально стояла правый было заведешь машину чтобы аккумуляторы куда подзарядить болин он там трясется и не срабатывать сигнализации короче двигатель работает в процессе того что сигнализация и пим 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 она такая достаточно громкая блин ну просто чаще заводил ходил там один раз поправил замок перестала на соблюдок повернула потом что-то не получалось сейчас утром тоже заводил но полин пикает ну ладно пусть лучше пикает чем не пикает правильно секьюрити в этом теле за фёрст хотя конечно же фёрст это сэнфити но секьюрити холст ну вот так вот проснулся я это пол седьмого но эта ночь была спокойно никто не приставал никто не засматривался из-за там наблюдал какие французы весливые парки подъезжает туалет рядом комфортно не это заста даже не на траву прямо на асфальте в телес такие ребята ну вот проснулся и буквально через полчаса полуприлетел задание сначала одно а потом второе там в этом же месте погода не ахти блин на голову ставит может быть такое ощущение что должно быть просветление буду надеяться что солнышко зайдет вот здесь наверное имел ввиду большая фершелка станция где можно было отдохнуть там ну я я говорю я не любитель больших этих паркингов не особо любитель так сказать тем более с моим двигателем реально я не думал что он так тарахтит блин я вышел на улицу мамма миа блин блин громче чем рев но зато там надежнее было бы здесь да на этом парке 300 метров до него и у секьюрити хотя если воруют везде воруют даже быстрее на больших партнеров потому что люди теряют ну слава богу меня бог миловал пока блин у меня все отлично вот посмотрим что это будет парк большой слева такой большой или также шелка да вот видите тут нет такой небольшой блин машина может быть на 20 это не та шелка которая там в Амстердаме блин или там в Германии ну вот да тогда я с этой страсы сошел до помн 13 я ушел вправо а здесь париже ехать потом вышел там попутешествовал так сказать по франции надеюсь что погода станет лучше надеюсь 150 километров до 22 часа чуть больше ехать еще осталось заедем без перерыва без перекура так сказать надеюсь что будет хорошо как говорил мне за прошлую неделю пришла а как называется блин эндорс блин как же называется ну короче квиток зарплаты блин да все правильно как и договаривались за 5 дней сколько это я поговорил в договоре без всяких там проблем единственное что выплата будет мне за первую неделю через три недели работ то есть я две недели отработал сейчас начинается третья на следующей неделе по моему вторник не должны пить и первые первая зарплата как у них принято первые три недели уходит на депозит деньги и потом они начинают постепенно выплачивать а также когда вы будете дома вам в течение трех недель будет идти зарплата нормально вроде как сейчас вот надеюсь что блин да он не поведет все равно там через париж как-то так сейчас очень расплатная дорога надо платить через париж чуть левее потому что я не вижу обхода ну да через эту дорогу повезет и через центр парижа конечно но вдоль парижа поедем и по нему потому что там если на объезд это нет это не мой объезд это атака печать очень круто там сторону а 15 я не хочу слишком там слишком там много большой круг так сказать но буду надеяться что нормальная проеду хотя сюда ехал я наверно по этой же дороге пропки были Попадем мы походу в пробки Ну а что делать? Через Париж, так через Париж Никуда не тянешься Другую дорогу не построим Такое вот, ребята, у меня утро Какие новости еще? Там подписчики спрашивают меня Один из подписчиков Так, второй раз он спрашивает По поводу, расскажите про фирму Расскажите условия Какая связь Ну, во-первых, ребята, фирма, на которой я работаю В нее принимаются только граждане ЕС Это, чтобы сразу понимали То есть Но граждане и жители ЕС, так скажут У нас в Латвии есть не граждане В Эстонии тоже Я думаю, что их тоже принимают Но не граждан в СНГ Это точность Вот, это раз Второе Это рано еще говорить Знаете, как я говорил, что на эту компанию берут по рекомендациям Сложно в нее попасть так просто с пухты-барахты То есть Ну, они как бы Как это сказать Таким образом Сохраняют свой имидж, да Свой авторитет, что ли, рейтинг Что должны быть как бы проверены Нет, это не значит, что проверенный опыт Нет, ребята, у меня, например, опыт Вот только 30 октября будет один год, как я вообще в профессии Вообще в профессии Вы можете посмотреть видео на начальном На главной странице канала Там все рассказывается подробно Когда я начал Честно скажу, я начал вообще категорию С изучать В прошлом году В январе, по-моему, в конце или в начале февраля И получил права категории Сая 16 сентября Прошлого года Вот я в профессии Так что я о фирме рассказать особо не буду Какие условия тоже не буду говорить Если уж меня извините Мы сами заинтересованы в том, чтобы Прихотели проверенные ребята А условия, в принципе, могу сказать одно Но работаешь, платят Не работаешь, не платят Но не работаешь, в том числе, если ты стоишь на выходных И здесь принято стоять 45-ку Потом 24-ку Потом 45-ку Потом 24-ку То есть 45-24 Чередуются Вот эти дни не оплачивают Ну и, по-моему, праздники тоже не оплачивают Кроме, по-моему, Рождества И Дня Рождения Королевы Потому что это у них вообще два основных праздника в Голландии Я не знаю, как по поводу там Пасхи Но, по-моему, вот эти два дня только оплачивают А остальные праздники Не оплачиваются Он в Новый год тоже получается не оплачивается Ну и что? И самое главное условие То, что нравится Это Ты можешь работать сколько ты хочешь Просто заранее говоришь Сколько ты хочешь? 6 недель 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ну и так же самое ты говоришь Сколько ты будешь дома И если первая поездка у нас идет Если вы смотрите видео вот этого Плейлиста То вы можете посмотреть первое Первое самое видео В этом восьмом плейлисте Восьмая каденция Где я рассказываю Как я ехал на эту фирму Потому что первая поездка Своим ходом через Польшу Это, конечно, далековато У меня получилось В районе двух тысяч километров В принципе Через Польшу Там идут оформления всех документов И потом уже в Голландию Но потом вы уже можете Как хотите ездить Хоть на самолете Летать Ну, полностью Как вам удобно Но Нам удобнее Мы тут с Витьком Решили ехать домой И обратно на пароме Да, это 260 евро Туда и обратно С человека С машиной, с каютой Но Я думаю, того стоит Экономия сил Потому что Сил, времени Паром выходит безлепые И приходит в травму И так же самое Страва Мунде Выходит в барон И приходит Влепая Ну, а дальше посмотрим Еще до конца Неизвестно Можно ли вещи Оставлять В машине И Витек там спрашивал По поводу вещей Войди спрашивал По поводу машин Вроде ты Будешь В следующий раз Опять в той же машине В которой ты Работал То есть Тогда можно Оставить вещи В своей же машине И с ними Ничего не произойдет На память Это очень хорошо Это очень здорово Честно говоря Да, не надо перекладывать Ты берешь там основные А в принципе Что тут основное Забирать Мне там Медийные Всякие вот эти дела И Что еще Ну и белье Постельное То есть Немного Что забирать И да По срокам Я планирую Работать До 12 декабря И В обратно Возвращаться 12 января Так что Вот так И билет Я заказал Так называемый Флекси Это то есть Возможность Поменять Без всяких Там Блин Этих Страфных Как 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 И Каким способом Я поеду Могу отказаться От каюты Могу отказаться От того От села То есть Ну вот Вот так Ну Месяц дома Я думаю Сладь Сел Полно Дома Не только Дома Надо еще В Беларусию Съездить До Оформлять Документы Уже с Наташей Поеду Я Такие планы Главное Чтобы все Шло по работе Хорошо Далее Основная Работа В принципе На компании Это работа На прицепах С Волкинг Флор Это Двигающиеся полы И Насыпные грузы Так сказать Но меня Первую каденцию Да Вот сейчас Посадили Пока На тент Сказали Это пока Ты на тенте Приедешь На базу Тогда Покажем Объясним И пересядешь На Волкинг Флор Ну а вот Я ребят Уже две недели Не могу Выбраться Из Франции Никак Соответственно Я И Не Меняю Прицеп Ну Посмотрим Ну Знаете Поскольку На тенте Я привык Работать С Кампе Для меня Это Как-то Не Проблема Мне Как бы Устраивало То Что Время Есть Познакомиться С машиной С оборудованием С управлением Что В принципе Я Уже Сделан Наверное 95% Но Некоторые Вещи Например Я Узнаю Я Например Не Мог Понять Вот Я На Холостых Ходах За Вашу Машину Буквально Через 5 Минут Она Мне Показывает Аварийный Путь Произведена Аварийное Включение Машины Вот Я Не Мог Понять Почему Она Происходит Думал Какая Неисправность Уже Но Потом Решил Поднять Обороты А Каким Образом Здесь Поднять Обороты Надо Нажать На Включение Этого Самого Навигатора Вот Круиз Контроля Навигаторы Теняются Включение Круиз Контроля Я Не Знаю Как Торцевые Кнопочки А Вот Центральную Кнопочку Где Я Возвращаю Круиз Контроль И Сразу Поднимается Оборот И Чуть И Все Она Работает Нормально Так Ребят Я Говорю Я Только На Этих Выходных Понял Как Это Делается Почему Она Выключается Заркала Става Вот Ну Такие Нюансы Еще Есть Такая Фишка Здесь У них По Ивека По крайней мере В этой У меня Ивека Стралис Что Хотел Сказать У Нее После Того Как Вы Захлопнете Дверь Вот Двери Да Кстати Очень Закрывается Блин Надо Захлопывать Причем Конкретно Сильно Хлоп И Дверями А Вы Сами Понимаете Если Вы Рядом Таким Человеком Живете Спите Тут Бабах Дверю Не Знаем Не Закрывается Она Нормально Я И Так Нажимать Пробу С Улицы Я Могу Так Ну Понажать И Закрыть А Снутри Дни Нифига Может Надо Учиться Блин Что Случилось Ну Вот И Тогда Когда Вы Закрыли Дверь Или Выключили Машину Двигатель То У Вас Аккумулятор Выключается Наверное Минут Через Пять Если Вы Что То Делаете На Компьютере Вышли Например Да Учтите Что У вас Выключится Компьютер Если На нем Батарейки Слабы Если Вы От Прикуривателя Соответственно Я Поэтому Работу От Прикуривателя Мне Хватило У меня Аккумулятор Сел Ну Что Там У Меня Прикуривателя Только Компьютер И Подзарядка Телефонов И Медиорегистратор Работает Так Такие Вот Дела Аккумулятор Аккумулятор Найдела Так Скажем Фига Ты Так Быстро Перестроился Такой Мощный Чуть 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 Проехал Да И Вот Это Неудобно Я Вчера Например Сохранял Одно Видео У Компьютере Батарейка Просевшая Кстати Надо Наверное Батарейки Дело Не Происходило Больше Не Пожалеть И 40 Евро Нормально Батарея А Вот И У Меня Блин Выключался Три Раз Я На Четвертый Раз Я Включил И Блин Не Ложился Спать Пока Не Сохранить Меня Это Уже Выбешивало Конкретно Но Это Реально Выбешивает Даже Даже Зажигание Зажигание Выключил Включай Зажигай Чтобы Посмотреть На Тахограф Потому Что В темноте Его Так Не Выключил И Забыл Что Типа Блин Такая Фишка Происходит Топа И У Тебя Блин Отвлекся Блин Раз Аккумулятор Выключился Такая Вот Еще Интересная Штука Айвека Я Обнаружил Что Еще Тут Вайвек У Нас Интересного Такого Специфического Сейчас Подумаю Вспомню Я Про Пульт Управления Тот Не буду Говорить Пока Нравится Мне Что Включение Есть Боковых Прожекторов Их Там Так Много И На Прицепе И На Самом Тягаче Под Подножкой Там Где Капеля Цепляем Под Прицепом И Еще Сзади По Четыре Четыре Пары И Вот Когда Вы Проходите Темные Места На Паркинг Да Например Ну Я Не Мер На Подружках Конечно Там Тоже Можно И Стой А Включаете И Очень Хорошо Видно Как Вы Проходите Там Поворотик Между Машин Цепляйте Не Цепляйте Потому Что В Тумане Да Это Блин Куман Для Дождь Но Очень Очень Плохо Видно Это Тело Я Обычно Включала Варейки Надо Это Проходило Либо Ну Поворейте Больше Поворотник Если Там Типа Справа Рисел Надо Скать Здесь Так Не Проходят И Будь Здоров Спасибо И Еще Хочу Сказать Про Фары Прав Пары Здесь Ужасные Их Надо Регулировать Каким То Образом Я Не Знаю Надо Поговорить На Базе Но Они Очень Очень Слабые И Очень Сильно Вниз Смотрят Очень Сильно Вниз Поэтому На Ближнем Среди Плохое Видимость Вечером Да Очень Плохо Судовит Животных Можно Поймать Ну Конечно Очень Легко И Просто Мешать Наверное Музыка Французская Не Музыка Базар Ладно Пусть Поболтается Чуть Чуть Для Фона Вот Такая Специфика Ну И Самому У Меня По Тягачу Зеркало Правое У меня Как То Фигула Отремонтирована Там И Я Заметил Наверху Правая Правая Лампочка У меня Не горит Почему Не знаю Что-то Может быть С ней Делать Сказать Тоже Механин Правая Лампочка Но То Я Не знаю Горит Она Не горит Сейчас Потому Что Бывает У меня Здесь Высвечивает Что-то Лампочка Бывает Сейчас Не высвечивается Обратить Внимание Горит Не горит Может Там Через Контакт Так Там Машина Вроде Семнадцатого Года Семнадцатого Шестнадцатого Года Но Я Б не Страш Что-то Лоха Единственное Она Запущенная Изнутри Но На этих Выходных Я Сделал Генеральную Уборку Очередную То есть Со временем Со временем Все это Будет Вымитаться 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 Но Ребята Я Еще Не Работал Говорю На Зерне На Этих Насыпных Пятер Горит Там Просто Жесть Там Пыль Мама Не горюет Придется Мне Что-то Типа Одевать С Капюшоном Искать У меня В принципе Только Байка Ну и Говорит Потом Очень Сильно Выбываешься Этим Как он Называется Воздухом Компрессор Здесь Такой Какой-то По-моему Слабоватый Слабоватый Компрессор Хотя Можно Попробовать Туда Свой Пистолет Еще Подсоединить Удвинить Во-первых То есть Возможность Пистолет Кстати Да Здесь Стационарный Он Не мой Он Именно Здесь Был То же Самое И с Инвентором Инвектор Конвертер Короче Конвертер Преобразователь 24 на 220 Мне Поставили В первый День Как я Приехал Но По большому Счету Очень Интенсивно Я использовал Только Вот Сейчас В субботу Первый Раз То есть Я Мультиваркой Работал И чайником Конечно Работал Но Я Им Стараюсь Вообще Так Поменьше Пока Работать Не было Такой Большой Необходимости На ходу Что-то Делать Поэтому Сегодня Может быть На ходу Попытаюсь Подогреть Там Все Без Чудака Лампочка Отварилась От Этого От Прицепа Болтается На Пробой Что Еще У Я Есть Помимо Круиз Контроля Есть Адаптивный Круиз Контроль Можете Установить Расстояние Дистанцию Перед Идущей Машины Он Даже Показывает Какая Скорость Какая Расстояние До него Вот Час Например У этого Переде Идущего 77 Километров В час Вот Расстояние 27 Метров То есть Я могу Стрелочками На руле Все это Регулировать Переключение Меню Вот Здесь Центральная Кнопка С правой Стороны Ш 5 Позиции Основного Меню На дисплее Которая Первая Показывает Уровень Масла Давление Воздуха Вторая Показывает То что Я вам Говорил Адаптивный Круиз Контроль То есть Расстояние До Машины Ее Скорость Мой Расход Топлива Повысился Был Это 29 А пока Я стоял Стратил Топливо Стало 30 Нам сейчас Влево Париж Версалес Мы там были Кстати Версалес Но его Упанят Версалес Эта выставка Была Следующую полость Не пойду я на Париж Версалес Не хочу я больше Оттуда вылезать Там В предыдущем видео Будет показано Как я вылезал С Парижем Вы посмотрите Это было конечно Круто Но интересно Нет никаких проблем С вождением Вообще С прохождением Не было Просто интересно Так Следующее У нас менюшка Третье номер Это Температура Масло А там Что то такое Что то Сто процентов Я даже не знаю Это Не знаю Что такое Какая то Жидкость Рисована Я не знаю Что не разобрался Следующее Это Нагрузка На ось И По моему Количество Вес Груза Наверное Я не понимаю У меня там Пусто 5-2 тонны Наверное Это имеется ввиду Ну прицеп не весит А может быть Прицеп весит 5 тонн Никого знает Я не знаю Что прицеп весит А ну да Прицеп весит 5-7 тонн Вот И Следующее Менюшка Это уже А это Давление Давление Почему то Он не показывает Всегда загрузку показывает Какое-то давление На что-то Ну и последнее меню Это Там Основное Здесь Время вождения Сейчас Время вождения За 24 часа Потом Какая у меня Пауза Пауза 15-30-45 минут Потом Сколько я Сейчас еду Нет Да Сколько сейчас еду Сейчас там одинаково Время показывает Что-то там Сейчас еду Сейчас работа Потом идет у меня вождение За одну неделю Сколько и потом вождение За две недели Как вы знаете В одну неделю можно ехать 56 часов За две недели подряд 90 Вот у меня за две недели подряд На данный момент 34-57 То есть я могу еще ехать 54 часа Ну 55 часов Копейка На этой неделе Но меня ожидает Ребята Длинная неделя 6 рабочих дней Но это хорошо Это радует 6 рабочих дней Потому что Здесь я реально Уже не только Из-за интереса А из-за Финансов По сравнению с Хестер Кампом Здесь Платят Больше Так сказать То есть мне достаточно Мне вот это и надо Потому что График у меня должен быть 8 через 4 Вот Что дальше Еще по управлению машиной Адаптивный Он видит Когда Дистанция Слева Справа Ну как обычно Какие-то проблемы Машина близко Подошла Сразу сигнализирует Когда в четверг По-моему Получилась ситуация Что передо мной Была дорога Сушения Я уже подъехал К этому месту Сушения И передо мной Перескочила В мою полосу Легковая машина Пусин Французский А дальше Буквально Через 200 метров Уже кольцевая Я хорошо Подтормаживал В этот момент И он Резко Затормозил У меня тут Все Блин Засигнализировало Все Полностью Заорало Что Блин И соответственно Сработал Тормоз Ретардовский Да Этого Само Адаптивного Круизника И я еще Поднажал На тормоз У меня тут Блин Все что было Улетело Вперед Хорошо что С верхней полки Блин Ничего не упало Но так конечно Это просто Я вообще Предвижу ситуацию Всегда Но в данный момент Я просто Я не видел Эту машину Как она выскочила У меня Из слева С левой стороны Она шла за мной Она не шла По второй полосе Она выскочила И меня вот таким Обогнал Зачем это делать Не понимаю Вот реально Короче Вот такая вот Произошла У меня Фигня Блин Хорошо что я Пустой Вот реально Хорошо что я Был пустой На тот момент Это еще было Дошел на загрузку А я шел После выгрузки Да После той Выгрузки Последний Где там У меня Блин Ну тоже Грузчик Капер Блин Капси Написал У меня Что типа Мешок Порван Конечно Мешок Стоял Нормально Все стояло Они были Прижаты К палетам Карщик Блин Видимо Блин Из-за того Чтобы чуть-чуть Не поднять И отъехать Он на месте Начал Наверное Поднимать Палет И об этом Палеты Пустые Естественно Он разобрал Мешок Но это Я потом Увидел Я же не понимаю Что они там По-французски Пишут Когда уже Начал Открыл Ну закрывать Этот самый Прицеп Увидел Что там Куча Всякого Фигни И понял Ну я понял Что там Она написала Это конечно Ну а что делать Палеты Стоят Блин Будут я нормально У меня нету Никаких Симпрационных Вещей Там Отделять Такой Груз У меня была Там Кольник Щит Как вот В этих Зерновых Зерна Как-то Короче С волкин Флорами Которые Прицепы Там Есть щит Которые Можно Отделить Там Как-то Но У меня Такого Нету Соответственно Но это Не моя Это реально Не моя Вина Потому что При загрузке У меня загрузка Была Не боковая У меня Загрузка С рампы Сада Соответственно Ничего Не могло Там Порваться Это Не такой Груз Который Я могу Порвать При плохой Транспортировке Если Он Только Не двигался Ну вот Такие Вот Дела Тогда Шел Пустой И Вот Такая Вот Произошла Фигня И Еще И века Когда Вы Будете Первый Раз Работать Соответственно Вот Эти Сигнализации Изначально Они Блин Вы Не понимаете Что Сработало Да Какой Небудь Писк Ну конечно Надо Блин Будь Ну я Ну я Захвачу Париж Да Краешек Но Именно С правой Стороны То есть Наверное Сейчас Эпелевая Башня Если Она Будет Видна Она Будет Видна Более Близко Чем Когда Я Проходил Просто Такие Вот Дела Вот Такой Вот Был Вопрос Еще Вопрос У Подписчиков Откуда Я И Как Я Учился Сдавал Где Получал Ребята Есть Видео Опять На Главные Как Раз По Категориям Я Специально Поставил На Главную Скажу Сразу Что Я Не Из Беларуссии Я Не С Украины Я Не Из России Я Из Латвии Живу В Латвии Родился В Латвии Но Отнически Беларусь Так Скажем По Отцу Вот И Соответственно Все Все Вот Эти Вещи Все Курсы Я Проходил В Латвии То Есть Категорию С Категорию С Е Категорию Д Один Я Делал В 95 Годом И Категорию Д Я Сдал Вот Буквально Этим Летом Сейчас По-моему 14 Июня Я Получил Категорию Д Я В принципе На Нее И Учился Сначала Но Там Получилось Так Что Я Передочаровался В Компании В Которой Работал На Троллейбусах И Решил Ити В Дальноболь Там Что По-моему Проблема С Машинами Что Не Будет А Нет Поехали Через Него И Пройдем Я Там Подробно Рассказываю Как Я Учился Где Что Ставал По Работе Тем Же Самых Беларусов Украинцев Не Знаю Там Казахов Ну Ребята Из Странной СНГ Я бы Советовал Если вы Хотите Начинать Работу Если У вас Есть Возможность Сделать Рабочую Визу То Все Все Таки Идти В Хестер Камп В Латвии Насколько Я Понял Разговаривал С Директором Хестер Камп Хотел Свою Братишку Все Таки Переманить В Эту Работу Да Он Там Водителем Работы Двою Родную Автобус Нифига Ты Так Вообще Блин Без Поворотников Без Ничего Просто Расток И Решил Ходить В полус Я узнавал Как это Происходит Значит Так Лучше Всего Я так Расскажу Как я Знаю Ребята Может быть Я ошибаюсь Вы Напишите В комментариях Вы Получаете Провация Получаете Провация Е У себя На родине Сдаете 95 Код Тоже На родине У себя Не надо Ехать В Латвию Сдавать В Литве Там Как-то Киртеки Как-то Надо Там По-другому Там Что-то Там На месте Вы Сдаете Какой-то Их Литовский Код Здесь Нет Здесь Вы Сдаете 95 Код У себя Дома У себя Дома Берете Справку Из ГАИ Выписку О том Что Вас Не лишали Прав Что У вас Все Честно Да Не Были Лишены И И Вот С Этими Документами Вы Заключив С Хестер Камп Предварительный Договор По нему Получается Рабочую Визу Хотя Вроде Сейчас Визу Не дают Россиянам И Беларусам Поэтому Лучше Иметь Свою Рабочую Визу Там Не знаю Через Польшу Короче Сам Факт Нужно Иметь Такую Рабочую Визу На Европу Как Она Виза Т По-моему Называется Лишь Что-то Так Будем Уходить Право На Основании Вот Этих Вод Вещей Вы Идете Вот От Хайстер Камп Дает Вам Такую Бумагу После А После Того Как Вас Есть Такая Виза Вы Приезжаете Влатвию Хайстер Камп Вам Дает Предварительный Договор С этим Предварительным Договором Сан Денис С этим Предварительным Договором Вы Идете С С Д. Это У нас Так Называем Управление Как ГАИ Как У Вас ГАИ Там В России В Беларуси В Украине Да Называется ЦСДД Вот С этими Документами Или Проможить Ну Как Так Приеду Сам Меня Так Пошел Что Что Теперь Ты Шипаешь Что Все Правильно Запутался Сам Думаешь Что Я Не Там Где Нахожу Ладно С этими Документами Выйдет С С Д. Д. И Вас Вносят В Регистр Как Только Вас Внесли В Регистр Вы Записываетесь На Курсы 95 Кода И Слушаете Лекцию Только Слушайте Вам Документами ЧПС Начинает Теряться Под Этими Мостами Я Не Хочу В Париж Ехать Сан Денис Все Правильно Сан Денис Вы Записываетесь На Курсы Прослушиваете Лекции Пятидневные И Получаете Чип Кард Латвийский И Вот Уже С ним Вы Заключаете Договор С Хестер Вот Такие Вот Вещи Происходят Для Получения Гражданам СНГ Которых Берет Компания Хестер Компания Может Крэйс Не знаю Сейчас Вот И Тогда Все В порядке Вы Можете Работать Все В принципе Просто Главное Какую То Визу Рабочую Какую То Визу Для Того Чтобы Вы Попали В Латвию И Дальше Я Рассказал Что Еще У меня Спрашивал Да Спрашивал У меня Подписчик Работал Ли Я На Бусах И Что Я Могу Посоветовать Сидти Сразу На На ЦЕ Или На Бус Ну Что Мы Тормозим Дружище Чем Сделал Вот Че Тормозит Блин Я Не Работал На Бусах Постоянно Я Пару Раз Ездил На Бусе По Скажу Сразу Работа На Бусах Это Совершенно Другая Специфика Ребята Совершенно Другая Специфика И Если Вы Думаете Вы Наберетесь Опыта Работая На Бусах Но Какого Опыта Вы Наберетесь Но Работа С Документами Только ЦМР Понятия Навигатора И Как Происходит Процесс Погрузки Выгрузки Наверное Куда Идти Когда Приехал Ну Все Это Настолько Просто Что Это Одна Две Загрузки И Вы Все Понимаете То Вы Приезжаете Ищите Бюро Приезжайте По адресу Идете На Вахту Там Если Есть Вахта Показываете Ваше Задание Спрашиваете Это Я Правильно Приехал Он Правильно Идете Бюро Если Вы Еще Не Бюро Там Вот Кстати Кто Говорил Что Типа Блин Фейки Вот Нет Топлива Вот Пожалуйста Вам Первая Очередь Мне Понравилось Я Поставил Фотографию На Фейсбуке Что Во Франции Проблема Зачем Эти Фейки То Все Пятое Десято Вот Видите Сейчас Маленькая Очередь Организовалась Для Легковых Машин Я Покажу Когда Будет Очередь Из Грузовых Машин Когда Будет Очередь На Автобанах Из Машин Блин Когда Вы Не Можете Заехать На Паркинг Так Что Не Надо Умничать Что Я Заправлялся Или Еще Что Никакие Это Не Фейки Я Проходил Когда Ехал За 100 Км Заправиться А Там Оказывалось Что Нет Топлива На Шелке И Потом Ехал В Бельгию Там Заправлялся И Возвращался Так Вот По Бусам Это Настолько Другая Специфика Потому Что Там Другие Другие Требования Вы Получаете От Колеса Вы Не Спите Вы Едете Там Нет Таха Но Вы Должны Вести Это Документы Заполнять Такая Специальная Таблица И Блин Я Говорю Вы Спите По Шесть По Пять Часов Вам Это Надо Я Не Думаю Что Лучше Собраться Не Но Если Вам Надо Заработать Денег Типа Заработать Денежек Для Того Чтобы Получить Категорию С Е Для Всего Этого Ну Да Я Ничего Не Говорю Но Если У Вас Есть Возможность Получить С Е Категорию Либо Она У Вас Уже Есть Не Надо Ити На Эти Бусы Не Не Стоит Это Этого Надо Ити Сразу На Нормальный Дальнобой Потому Что Звонил Я думал Суд Пролил Потому Что Это Совершенно Другая Специфика Это Намного Интереснее Намного Блин Законно Здесь Все Вы Не Будете Перерабатывать Как На Бусах Что У У У У У Завоняло Здесь Так Пахнет Не Вижу Порядка Ничего Не У Пало Категория Б На Бусы Может Настолько Отвратить От Этой Работы Что Не Ну Кому То Нравится Кто Привык Кто Боится Но Бояться Нечего Говорю Опыт Дела Наживной Нет Такого Дальнобойщика Который Был Везде Нет Не Может Быть Он Может Быть Везде Там Я Не Знаю В Одном Городе Так Скажем В Одной Области Даже В Одной Стране Он Не Может Быть В В Поэтому Все Каждый Раз По Новому Бывают Повторы Типа Травайные Линии Я Называю Так Называем Но В Основном Каждый Раз Все Новое И Поэтому Работа Интересна Поэтому Ребята Если Есть Возможно Сидите Сразу К Хейстер Кам В этом Отношении Отличная Компания Вас Научит Я Не Буду Говорить Про Гертек Я Не Буду Говорить Про Другие Литовские Компании Польские Я Говорю Там Где Я Был Мне Она Много Чего Дала За 6 За 7 Каденций Я Набрался Опыта Я Набрал Но Я Кое Что Знал Я Все Рано Очень Много Чего Получил Именно В Этой Компании За Что Ей Большое Спасибо Я С Не Прощался Я С Не Проскал Пока До Свидания Как Жизнь Покажет Ну Как Жизнь Повернется Тихо Знает Потому Что Там Работа В Принципе Нормальная Спокойная Работа Да По Деньгам Там Сейчас В Когда Вы Отдыхаетесь Спите Всегда Идет Оплата И Ежедневный Ежедневный Аванс 175 Ева В этой Компании Нужно Аванс Запрашивать Если Нужен Аванс Просто Пишите И вам Переводят Аванс С этим Проблем Нет Но Там Например Не надо Просить Тебе Как И Вот Набрав Здесь Опыта Вождение По Узким Этим Дорогам Да О Заполнении Документации По Самому Процессу Погрузки Разгрузки Я не договорил Идете Тогда Даете Задание Либо Вам Говорят Куда Ехать Какая Рампа То есть Опятая Десятая Каким Боком Местом Блин Вас будут Методом Вас будут Грузить Готовите Прицеп Загрузились Закрепились Идете В бюро Получаете ЦМР И Все Ребята И вперед И это Так Постоянно Нету Никаких Этих Самых Проблем Язык Да Язык Важен В моей Компании Некоторые Работают Очень Важно Разговаривать Ну Английский Язык Разговор На уровне Потому Что Много Звонков Но Немного Есть Звонки Когда Нужно Решать Тебе Тебе Позвонить Как И Когда Например В пятницу Я приехал И я понимаю Боять французов С французами Можно пользоваться Переводчиком Гугл Что Оказывается Что Груза Для меня Нету Тот Груз Который Б не Был Заказан И Вот Загрузили На Другую Машину Для Меня Груза Не Будет Я Сначала Не Понимал Что Он Имеет В В В В В Я Думал Это Какой То Предприятие Что А Это Какой То Думал Какой Склад Это Оказывается Да Склад Но Груз Б Трактор Экскаватор Или Трактор А Его Загрузил Польский Драйвер Себе На Машину И Не Знаю Зачем Я Не Понимаю Зачем Тебя Прислали Окей Вот И Я Позвонил Об этом И Сказал Диспетчеру Что Такая Ситуация Я Приехал У меня Груза Нету Груз Мне Не Будет Вообще Потому Что Мой Груз Забрал Другой Драйвер Тогда Вот Он Мне Говорит Тогда Езжай В сторону Руана И Становись На Паркинг И В Понедельник Будет Задание Но Это При Разговоре Это Не Месседж Понимаете Вот В этом Плане В Этой Фирме Нужно Знание Английского Взека Разговорного Уровня Чтоб Ты Понимал Что Тебе Говорят И Чтоб Ты Мог Объяснить Ситуацию Понимаете Вот Что я хотел сказать Еще Потому что Ну да Ситуация Бывает Разная Ну и вот И знание Английского Зыка Если у вас Есть Английский Зык Это Вообще Легко И Просто При нашей Работе Общение В том же Бюро Хотя Там Когда человек С человеком Разговаривает Можно Обходиться Google Переводчик Это Да Но Желательно Желательно Знать Этот На уровне Разговорного Потому что У меня Получается Я Достаточно Часто Как бы Я По-разному Не относился К людям К Полякам Белорусам К русским К украинцам К латышам Ну люди же Разные Есть Есть Неприятные Вам люди Да Как скажем Ну просто Да Не потому Что он Какой-то Там Не знаю Румын Или что-то Я Не отношу Себя К этим Чего ты Так Ко мне Цепляешься Как-то Блин Через 700 метров Мне нужно Будет Уходить На Другую Полосу В эту Полосу Мне Нельзя Пропустим Эту Машину А вот Эту Жену Она Следит Вот Так Да То есть Я часто Помогаю Ребятам Коллегам Да И Еще И Румынам И Болгарам Просто Ну как Понимаете Все мы В этой Профессии И Все мы Помогаем Друг другу Если этого Не делать То Может Получиться Такой Момент Что тебе Не помогут Когда тебе Нужна Будет Помощь Вот То есть Я Помогаю Мне Мне говорят Спасибо Мне приятно За спасибо Мне не надо Там Никакие Там Конфеты Шоколадки Да Просто Спасибо От коллеги И Нет проблем Так же самое И мне Помогают Если Какие-то Проблемы Там При Паркинге Заезды Там Трудные Бывают Ребята Помогают Вот сейчас Например У меня Комолятор Сел Парень Из Из Бакистана Без Проблем Поляк Без проблем Пытался Помочь У него Кабель Был Плохой То есть Нужно Вот это Отношение Там Где Ты Себя Чувствуешь Что Ты Можешь Человеку Помочь А не Навредить Надо Помогать Ну Просто Ребята Ты Даже Можешь Сказать Как Был Обязанность Что Ли Нужно Помогать Ты Будешь Помогать Тебе Будут Помогать Ты Ты Не Будешь Стесняться Попросить Помощь Хотя Бывает И Не Надо Даже Просить Помощь Сама Приходит Тебе Люди То Видят Так Жи И Я Не Жду Когда Меня Попросят Бывает Я Просто Подхожу К окошку И Говорю Блин Спрашиваю Can I help you? Да Я Говорю Ну Сейчас И Разговарив То же Самый При Паркинг Надо Помогать Надо Да Да Написано Вот Поэтому Знание Английского Зыка Дает Большое Преимущество Ну Вот Я Наверное Объяснил Почему Лучше Сразу Начинать Дальнобой На Фурах Чем На Ну Каждый Делает Свой Выбор Кто Думаю Что Наберется Опыта Таким Образом Ну Значит Таким Образом Главное Любить Ехать Далеко Если Человек Не Любит Далеко Ехать Если У вас Проблемы В семье Там Или С Любимой Девушкой То Это Очень Трудная Работа Для Вас Потому Что Я Видел Людей Нервных Переживающих Ему Еще Работать Четыре Недели А у Него Дома Проблемы Начинается Вся Эксцесс Он Думает Уже О Другом А Не О Работе И Время Тянется И Нервы И От Этого Алкоголь От Этого Еще Что Нибудь И Получается Проблемы А Есть Так Называемая Правда Жизни Хороший Парень Это Не Профессия Хороший Человек Это Не Профессия Поэтому Надо Уезжать Готовым И 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 Ребята Очень Сильно Повезло Мы С моей Супругой Прошли Огонь И Воду И Медные Трубы Я 20 Лет В Море Из Них Мы Вместе Подеем Сигнал GPS Наверное Лет 12 Меня Ждала И Все В Порядке И Ждет Сейчас Аэропорт И Больше Сюда Надо Да Вот Это Очень Важно Если Вы Любитель Выпить Если У вас Возможны Проблемы На Личном Фронте Это Лучше Подождите Когда Все Это Устаканится Не Надо Езжать На Эту Работу Не Не Стоит Это Мучение Ну Вот Я Как-то Перешел Плавно К Нотациям Что Линей Ну Я Просто Говорю Правду Я Видел Людей Слышал От Людей Вы Можете Быть Интровертом Вы Можете Быть Экстравертом Но Главное Чтобы Вы Были Не Не Нервным Психологически Готовым Ко всему Это Очень Очень Важно Вам Самим Легче Будет Ну Ладно Ребята Вот Мы Проходим Париж Пока Я говорил Даже Не Обратил Внимание Где Там Эта Пашня Была Может быть Иначе Где-то Будет Ну Ну На Дорогах Не Надо Торопиться Не Надо Устраивать Гонки Никому Это Счастье Не Приносит Если Тебя Обгоняют Опережают Человек Идет На Один Два Километра Быстрее Чем Ты Ну Блин Брось Скорость Пропусти Парки В чем Проблема Есть Упертый Который Наоборот Начинает Разгоняться Зачем Зачем Вам Ехать По Двум Полосам Вдвоем Из Двух Полов Надо Уважать Друг Друг Ладно На этом Утренний Монолог Завершаем Ребятки 88 Километров До Точки Там Где-нибудь И Включимся Ну Да И заодно Ребята Спасибо Тем Кто Пишет Комментарии Спасибо Тем Кто Просматривает Спасибо Тем Кто Подписан И Нажал Колокольчик То есть Получает Уведомления О новых Видео И Спасибо За Советы О чем О чем Говорить Что Показывать Но Единственное Ребята Процессы Погрузки Выгрузки Поверьте Здесь В Европе Мало Есть Фирм Мест Где Это Разрешено Делать Вот Наверное Когда я Буду На фермах Работать Тогда Наверное Будет Ют Что Тогда Это Будет Легче Делать А На данный Момент Не везде Я могу Показать Даже Потому Что Там Пишут Запрещено Фото И Видео Съемки Все